Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях врач-кандидат медицинских наук Владимир Олегович Трунов, заведующий детским хирургическим отделением Московского областного центра охраны материнства и детства. Владимир Олегович, вот вам всё-таки ближе что? Врач или доктор? И в чём разница-то? Добрый день! Да, наверное, принципиальной разницы нету. Главное... Врач – это как-то официально, а доктор как-то... То, что мы выполняем, да, ту работу, которую мы делаем, мы стараемся, чтобы наши дети выздоравливали. Если им приятнее к нам обращаться, доктор... Ну, доктор, да, и болит, да? Там же врач, подврач и болит, как говорят, сейчас не заходит. А доктор и болит вполне уже... Согласен, да. То есть вы же немножко для них, наверное, особенно для маленьких деток, сказочники, когда болело-болело, а потом вдруг не болит. Ну, в этом плане, наверное, детская хирургия вообще такая специальность благодарная, потому что мы видим наш результат сразу, и ребёнок становится более позитивным после нашего лечения. И, конечно, когда они уходят домой с улыбкой, машут нам ручкой, спасибо, доктор, говорят, да. Остаётся нам всю жизнь. В моей биографии тоже есть такая история. Ну, хорошо. Владимир Владимирович, вы работаете детским хирургом и всем коллегам, врачам, а у нас из мацом до многих были ваши коллеги, и главврач была Татьяна Николаевна Мельник. Мы говорим на разные темы, но я всем задаю вопрос, что вас привело-то в профессию? Это как? Родители заставили, вы сами? Нет, меня привело в профессию желание быть хирургом, оно как-то ещё в школе появилось, сложилось. А почему? Почему-то другие варианты я не рассматривал, не знаю. Ну, вот именно эта специальность привлекала. И, в общем-то, я спустя много лет, уже больше 20 лет работаю в профессии. Не жалею о том, что выбрал детскую хирургию, хотя надо отметить, что мы в непростое время живём, когда в нашем здравоохранении не всё просто. В здравоохранении у нас всегда всё меняется. Да, но, к счастью, это не мешает всё равно людям работать, и люди работают с энтузиазмом. Я смотрю на своих коллег, которые, в общем-то, полны энергии и готовы осваивать что-то новое, готовы двигаться дальше, то есть они не стоят на месте. Это, конечно, радует. Ещё один такой вопрос для затравки. Буквально вчера, ну, как мы сейчас телевизор смотрим, да, одной половинкой глаза и чуть-чуть слушаем, огромное количество сериалов, они друг за друга бьются, посвящённые теме, там, врачебной помощи, самых разных планов, и там вот показана некая жизнь, конечно же, героев и так далее, где нам даёт понять, что врач – это тоже некий человек, да, со своими эмоциями, со своим характером. И вот тут у меня возникает вопрос. А если Владимир Олегович приходит на работу, а у него плохое настроение, ну, я не знаю, что-то там произошло, не дай бог, да, ну, то есть это может повлиять на работу, или вы как-то отключаетесь, и ваши коллеги? Ну, мы всё-таки стараемся на работе не… Ну, страсти вот эти показывают, да? Да, свои страсти, которые могут возникнуть где-то вне работы, в жизни, да, мы стараемся от них абстрагироваться. И, наверное, для профессии хирурга очень важно тот факт, когда мы заходим в операционную, мы должны быть максимально эмоционально абстрагированы, потому что это может мешать концентрации во время операции, это может мешать принятию правильных решений в каких-то непростых ситуациях. То есть, ну, хирург должен себя хорошо контролировать. Ну, и я так понимаю, что… С годами это приходит в большей степени. Это понятно. Да, да. Это то, что можно тренировать, это то, что можно тренировать. Я так понимаю, вы как руководитель за этим внимательно следите, потому что приходят вообще молодые хирурги к вам? Да, конечно, конечно. У нас коллектив достаточно молодой, у нас есть специалисты, которые давно работают, есть те, у кого стаж работы не столь большой. И, в общем-то, на молодежи сейчас очень много тоже держится, на их энергии, на их желании развиваться. Но все равно вся ответственность лежит на вас? Ну, наверное, ответственность все-таки… Да, конечно, заведующий отделением отвечает за все, но лечий врач, который ведет пациента и оперирующий хирург, они тоже, конечно, ответственность определенную несут, они об этом помнят и относятся к этому серьезно. И еще один такой вопрос. Есть такое понятие талант, которое мы, как правило, ну, к творческим людям, да, там, талантливый актер, талантливый певец и так далее. Скажите, а вот талантливый хирург, как мы говорим, да, там, врач от бога. Ну, действительно, у нас образование медицинское, уж не знаю, по-прежнему у нас такой шлейф, что, да, там тоже не все может быть понятно, открыто, некое таинство, но, тем не менее, кажется, что образование хорошее, врачей много, но талант необходим врачу, или можно вот технологически просто все выучить и тоже быть неплохим врачом? Конечно, талант, безусловно, необходим, и когда работаешь много лет, видишь, что есть люди, у которых мануальные навыки тактильные, они более развиты, и эти люди красиво могут оперировать, могут оперировать быстро, и, безусловно, это талант. Талант. Но вы же помните высказывание Ломоносова, да, он говорил, что талант – это 1%, а работоспособность – 99%. Поэтому, конечно, любой талант без трудолюбия можно погубить, и если человек не хочет двигаться вперед, то, наверное, он этот талант развить в себе не может. Но есть люди более склонные к хирургии, есть менее склонные. Это нужно признать однозначно. Даже бывают, встречались ситуации, когда мои коллеги в какой-то момент принимали решение оставить эту специальность. Они понимали, что это не совсем для них. Во второй части мы поговорим о вашем отделении, о том, как всё работает, о новых технологиях, обо всём, так сказать, что связано именно с конкретной работой. Нам это интересно, потому что там, где дети, это всегда некое обострение, это всегда дополнительный такой какой-то шлейф переживаний всего такого, что связано с семейным таким состоянием. Это и мама, и папа, и бабушка, и дедушка, и все на свете. Но я почему сейчас много об этом говорю, потому что, на мой взгляд, очень важно, всё-таки профессий много разных. Но вы – та профессия, которая… Вот ты лежишь, как иногда, я уж не знаю, в хорошем смысле слова, «Простите, я сейчас не про детей, про взрослые, про себя». Ну, мы уже в том возрасте, что знакомы, так сказать, как болванка. И, в принципе, от тебя-то ничего не зависит. Всё зависит от того человека, которому ты доверяешь. Мы даже, я не знаю, сейчас и такое есть, что там подписывали какие-то телефоны на тот случай. Обязательно, обязательно. Ты как бы на время практически попрощаешься с миром, потому что, ну, мало ли, что-то произойдёт. И ты вот отдаёшь себя или родственника, да, в руки, вот в эти талантливые, надеюсь, руки хирурга. Вот эта ответственность, она как вами ощущается? Потому что я не представляю, как бы вот это, мне бы такое приходилось бы делать. Ну, конечно, бывают разные ситуации. Бывают плановые операции, которые в большей степени результат прогнозируемый. Подготовленного. Да, мы ребёнка берём подготовленного, здорового, и хирургические риски сводятся к минимуму. Бывают ситуации, когда на плановые операции что-то может пойти нештатно, и тогда, конечно, бывает необходимо как раз принимать решения, о которых я говорил, какие-то непростые. И бывают экстренные пациенты, у которых, ну, мы получаем ребёнка в лечебном учреждении, о котором мы мало знаем на момент госпитализации, да, нам нужно максимально быстро провести какие-то обследования, чтобы не потерять время, если необходимо его оперировать. Конечно, в этих условиях прогнозировать риски бывает несколько сложнее. Но, тем не менее, мы тоже этим... Это с опытом всё приходит, и уже, конечно, уровень ответственности высокий, мы понимаем это, и все мои коллеги это осознают. Ну, люди, которые идут в хирургию, они идут с осознанием того, что хирургия – это потенциально опасная специальность. Но она же азартная в какой-то степени. Я имею в виду в хорошем смысле, если так сказать. Ну, наверное, это не очень правильно говорить, что хирургия азартная. Да, присутствует некий такой фактор, особенно в первые годы работы, когда человек испытывает некоторое волнение, такой, получает адреналин от этих операций. Но с годами это всё выравнивается, и всё-таки выстраивается некая такая логическая концепция в голове того, как нужно лечить пациента, что нужно сделать в каких-то ситуациях нестандартных, уже какие-то алгоритмы появляются. Но тут, наверное, всё-таки нельзя такие решения эмоциональные принимать. Тут как раз нужно быть максимально спокойным, уверенным, тогда результат гарантирован. Вот вы говорите про эмоции, у меня сразу, знаете, такая картина, сложная операция. Вот непонятен, какой будет результат, и вот в итоге результат есть. Где тогда этот эмоциональный выход? Как выдохнуть-то? Ну, знаете, мы всё-таки стараемся идти даже на ту операцию, которая представляется нам сложной, с надеждой, что всё будет хорошо. И для этого мы прикладываем все усилия. Для того, чтобы ребёнок от нас ушёл здоровым, с хорошим качеством жизни, чтобы он мог потом уже к хирургу не возвращаться. Хотя, конечно, ситуации бывают разные. Бывает иногда этапное лечение, и родителей мы об этом сразу предупреждаем. Вы правильно сказали про так называемое информированное согласие, которое сейчас пациенты обязательно подписывают. Ребёнок старше 15 лет подписывает его сам. До 15 лет подписывают его законные представители, ну, как правило, родители. Но даже если ребёнок старше 15 лет нуждается в хирургическом вмешательстве, мы стараемся с родителями обсудить все возможные нюансы операции, обсудить те возможные риски, которые присутствуют, несмотря на то, что ребёнок как бы после 15 лет подписывает согласие сам и отвечает в данном случае юридически за то, что происходит отчасти. Но родителей мы обязательно информируем. Вообще диалог с родителями ребёнка – это, наверное, отдельный разговор в практике детских врачей. Не такой, как у взрослых, скорее всего. Да, но взрослые врачу приходят общаться непосредственно с пациентом. И пациент, он понимает, что у него что-то болит, ему нужно выполнить какую-то операцию. А с родителями бывает ситуация, когда родители, не обладая медицинским образованием, предполагают, что они могут принимать какие-то серьёзные решения и могут это даже навязывать немножко врачу. Тут нужно как бы осторожно этот момент обсуждать. Психологическая составляющая серьёзнее. Конечно. Чем отличается, скажем, детская хирургия помимо вот этого от взрослых? Ну, мы уже поняли, что взрослый, всё-таки сам человек, принимает решения зачастую, ну, или там, общаясь с родственниками. А вот ребёнок, он же иногда вообще не в курсе, что происходит с ним. Если это, например, даже плановая операция. Да. Вы знаете как? Ну, детская хирургия, конечно, отличается от взрослой. Она отличается и тем, что заболевания другие. И она отличается, вы правильно отметили, что ребёнок не всегда может сказать, что у него болит. Тут в большей степени мы ориентируемся на какие-то современные методы обследования, которые, к счастью, сейчас доступны во всех крупных клиниках. Ну, это во второй части, поговорим о том, да. И эти высокотехнологичные исследования, мы сейчас уже без них, как бы, ну, можно сказать, что не можем обходиться. Мы привыкли к тому, что у нас есть возможность выполнения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, то, что мы можем выполнить эндоскопические исследования. Вот мы сейчас во второй части более подробно, потому что, опять же, скальпель всегда, слово хирург и скальпель – это как близнецы-братья у людей. Но хирург детский, например, ему нужно лечить взрослого, и взрослый хирург должен лечить ребёнка. В чём будет разница, если вот поменяться местами? Есть такая разница? Ну, мне приходилось оперировать взрослых пациентов, и я не раз общался с коллегами, которые детей оперируют. С точки зрения технических, мануальных навыков, наверное, принципиальной разницы нет. Ну, наибольшая, скажем так, в большей степени особенности – это как раз вот заболевания, характерные для тех или иных возрастных групп, потому что, к сожалению, в Московской области, во многих больницах, ввиду отсутствия детских хирургов, детей оперируют взрослые хирурги. Они не совсем в курсе, да? Конечно, речь идёт об экстренных каких-то заболеваниях, но бывает, что они, адаптируя те методы лечения, которые они используют у взрослых пациентов, к детям, не совсем попадают, не совсем на нужный путь встают. И ребёнку, может быть, иногда можно помочь как-то по-другому. И быстрее, и качественнее. Да, поэтому мы стараемся, ну, вот детские хирурги, мы сейчас поддерживаем диалог со взрослыми хирургами Московской области, и этот диалог, он такой успешный, конструктивный, и я надеюсь, что в дальнейшем эти отношения будут развиваться и налаживаться для того, чтобы мы могли нашим пациентам оказать помощь более правильно, своевременно. Сейчас делаем небольшую паузу. Мы поговорили, так сказать, о каких-то чувствах, да, в данном случае, чувствительных моментах. Ну, а теперь уже поговорим о технологиях, как работает отделение, и как всё происходит. У нас в студии Владимир Игоревич Трунов, заведующий детским хирургическим отделением, кандидат медицинских наук Московского областного центра охраны материнства и детства. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, а в гостях у нас заведующий детским хирургическим отделением, кандидат медицинских наук Московского областного центра охраны материнства и детства Владимир Олегович Трунов. Я уже как-то рассказывал, но коротко скажу. В четвертом классе у меня были проблемы с аппендицитом, и, как ни парадоксально, но врач-профессор без имён выписала меня, а казалось, что рановато. И привезли меня ночью, я как сейчас помню. Ну, я только... Ну, четвертый класс уже всё соображаешь, всё видишь. И молодой совершенно парень, как выяснилось, он неделю или две недели работал, мне казалось, что он какой-то огромный. И он меня буквально, ну, я поменьше тогда был, на руках принёс на стол, в общем, там местные всё это делали, откачивали. И он всё время за мной ходил, как за этим... Я уже не знаю, как это называется, первый пациент или, может быть, там, второй и так далее. И я, честно говоря, после этого всегда почему-то больше к молодым врачам. Вот у меня к ним тянет, видимо, такой психологический момент. И о чём хочу сказать? Вот для ребёнка, наверное, это очень такой важный, момент к встрече с врачом. Вот что происходит, когда, как мы выяснили, у вас есть плановый подход, есть экстренный подход, и есть средний ещё, да, такой, который, ну, надо принимать решение. Вот поступает ребёнок, одно дело родители, у них как бы задача решить свои вопросы, а дальше вот маленький этот разновозрастный, да, человечек, который... И эти люди в халатах, ну, наверное, любой вспомнит, что это всегда было страшно. Как вот, с чего начинается приход? Начнём с планового варианта. Да, наверное, надо сразу сказать, вот как театр начинается с вешалки, да, вы говорите, знакомство с врачом начинается со знакомством с белого халата, но всё-таки сейчас мы встречаемся с пациентами, часто мы не в халатах, мы в хирургическом костюме, они все цветные такие, и наши дети, ну, мы не видим такого прям испуга перед встречей с доктором. И, наверное, ещё важно то, что мы стараемся в условиях клиники создать, ну, определённый комфорт, насколько это возможно для пациента. У нас большинство детей прибывает до 4 лет обязательно с родителями, а дальше по медицинским показаниям, если ребёнок нуждается в пребывании с родителем в силу особенности своего заболевания или в послеоперационном периоде, мы, конечно, родители тоже оставляем, чтобы родители ухаживали за нашими пациентами. Да и ребёнку... Это всё способствует, да, эмоциональный комфорт, он способствует быстрейшему выздоровлению. А возможности есть, да, оставлять родителей? Какие-то палаты? Возможности есть оставлять родителей, да, и есть палаты двухместные, одноместные, есть палаты на несколько человек, где тоже дети с родителями могут пребывать. В общем, мы стараемся по мере возможностей... Создавать такой комфорт, да. Создавать такие условия, да. И это помогает нам в лечебном процессе, потому что родители иногда, наблюдая за ребёнком, могут дать врачу дополнительную информацию. Но иногда могут, наверное, и помешать. Такой тоже вариант. Такое бывает тоже, да, все люди разные, но тут... Конкретно какие заболевания сейчас у деток? Какой чаще возраст приходит? Или это неважно, я имею в виду, самые разные? И что именно лечите вы? Ну, у нас очень широкий спектр патологии. Это и абдоминальная патология, то есть заболевания органов брюшной полости, причём как врождённые, так и приобретённые. И это патология органов грудной клетки, теракальная патология, мы тоже этим занимаемся. А что там за патологию могут быть? Ну, если мы говорим про врождённые пороки... Сердца, что ли? Нет, у нас нет, в нашем стационаре нет кардиохирургической клиники. Это я просто помню слово «порок сердца». Да, но могут быть порок развития пищевода, желудка, порок развития лёгких, практически всех органов. Учитывая, что мы живём с вами в эпоху такой большой индустриализации, да, и экологический фон, он является не всегда благоприятным, конечно, частота развития врождённых пороков, она не снижается, к сожалению. И год от года мы видим даже некоторый прирост. Поэтому... А может, эти пороки в будущем превратятся в другие органы? Может, человек подстраивается так, через плохое к хорошему? Не думаю, не думаю. Есть пороки, которые сильно ухудшают качество жизни и даже представляют опасность для жизни ребёнка. Нет, я имею в виду в будущем, потому что человек же, как говорят, ко всему привыкает, но вот кому-то выпало так... Нет, так не стоит это рассматривать. Развития нет эволюционного. Да, нет, это не эволюционное развитие, конечно, никакое. Это нарушение внутриутробного развития у ребёнка. Каких-то этапов внутриутробного развития более грубые или менее грубые, которые приводят к рождению детей с различными хирургическими заболеваниями. Ну и, кроме того, есть приобретённые заболевания. Среди экстренных на первом месте всё равно остаётся острый аппендицит, с которым чаще всего приходится иметь дело именно с трационаром, занимающимся экстренной помощью и в детской возрастной группе, и во взрослой. Вот что это за... Кстати, простите, так как я об этом вспоминал, что это за орган такой? Если он даже в детстве, как правило, срабатывает, правда, у некоторых взрослых. И, кстати, насколько я понимаю, во взрослом возрасте это даже более опасно, потому что как-то нетипично, скажем так. Чего его не вырезать сразу, да и всё? Вообще, червеобразный отросток аппендикс, он же рассматривается часто как рудимент при толстой кишке. Но есть данные, что у маленьких детей он является отчасти выполняет роль органа иммунной системы, что там есть лимфоидная ткань. Но, собственно, поэтому аппендиктомии редко выполняются у детей до 4 лет, потому что в этом возрасте до 3-4 лет редко достаточно бывает острый аппендицит. Вот это заболевание, оно характерно для возрастных групп старше 3 лет и младше 60 лет. После 60 лет тоже реже встречается острый аппендицит. Ну, такова статистика. Но, тем не менее, встречается с 4 до 60 лет достаточно часто, и взрослые детские хирурги с этой патологией так знакомы не понаслышке. Но при этом клиническая картина острого аппендицита, она может быть очень разнообразной. И иногда проводить какой-то диагноз дифференциальный с другими заболеваниями бывает непросто. Поэтому, когда у ребёнка болит живот, ну, у нас такая рекомендация всем пациентам, мы говорим, что если вас всё-таки смущает, что вам кажется, что что-то не так, всегда лучше заболевать в животе, в первую очередь, показаться детскому хирургу. Это важный момент, потому что лучше детский хирург исключит хирургическую патологию и отправит ребёнка дальше к гастроэнтерологам, чем наоборот. Его будет обследовать гастроэнтеролог, а у него, возможно, какое-то хирургическое заболевание, которое при несвоевременно выполненной операции может иметь серьёзные последствия. Это важный момент. Последний вопрос, я его сформулирую так. Ну, вы уже сказали по поводу того, что все современные, ну, возможные на сегодняшний день современные технологии, вот и главный врач у нас здесь была, напомню, у вас, в общем-то, на сегодняшний день в центре присутствуют, и за новыми технологиями вы, естественно, следите по возможности. Да, у нас реализована полностью диагностическая база современная, у нас есть компьютерная томография, у нас есть высокопольный магнитно-резонансный томограф современный, полуторатесловый, у нас есть ультразвук экспертного уровня, эндоскопические исследования внутрипросветные, гастроскопия, колоноскопия, всё это мы выполняем. Ну, и самое главное, что у нас в операционных современное оборудование, которое позволяет выполнять лапароскопические, торгоскопические операции у детей всех возрастных групп, включая новорождённых детей. Это тоже очень важно, потому что эндоскопическая хирургия новорождённых детей – это отдельная история, которая требует тоже, ну, такого серьёзного подхода. Ну, и самое последнее, всё-таки хирургия, как и любая медицинская профессия, подразумевает всё-таки и негативный исход событий. Вот как вы считаете, если брать не конкретно ваше отделение, а на сегодняшний день, удалось вообще хирургии как виду врачебной помощи сократить смертность от операции? Есть вообще какие-то, может быть, мировые или российские цифры? Вы знаете, мне сейчас сложно привести данные, хотя конкретные цифры. Хотя, конечно, мы участвуем активно в конгрессах детских хирургов, мы обмениваемся опытом, и год от года положительная динамика прослеживается. Да, есть заболевания, при которых высокая летальность, врождённые, приобретённые, но, конечно, усилиями и отечественной медицины, и зарубежной медицины исход неблагоприятных этих заболеваний снижается. Поэтому, я надеюсь, может быть, не так быстро, как нам хотелось бы, но, тем не менее, усилия в этом направлении, они приносят свои плоды, и это, конечно, отрадно. Спасибо огромное, Владимир Ильич Трунов. Спасибо вам. Мне почему-то кажется, что после нашего эфира, даже если не болит живот, к вам должны прийти. Я не знаю, почему. Мы рады всем помочь. Спасибо вам. Детским хирургическим отделением кандидат медицинских наук Московского областного центра охраны материнства и детства. И напомню вам, что хирург сегодня – это целый комплекс, начиная от взгляда, голоса и даже внешнего вида. Всякие шапочки у вас там прикольные бывают, я так понимаю. Это всё сделано для того, чтобы ребёнку, прежде всего, было хорошо. А это наша основная задача. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»